Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сегодня в Сочи работают 7 сельскохозяйственных ярмарок. В ближайшее время заработают еще 5. Из Сочи и Краснодара открывают прямые авиарейсы в Ижевск. Полеты стартуют 26 ноября. Мундиаль закончился, а в Сочи продолжают болеть футболом. В Раздольском сельском округе прошел чемпионат среди местных команд. В Сочи разыграли Кубок Барбоса. На курорте прошла ежегодная благотворительная выставка беспородных собак. Из Сочи и Краснодара открывают прямые авиарейсы в Ижевск. Полеты стартуют 26 ноября. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Авиакомпания «Ижавия». Время в полете 3 часа. Ранее пассажирам из Ижевска приходилось лететь в Краснодар или Сочи с пересадкой в Москве. Собственная Кремниевая долина Сочи может стать центром развития цифровой экономики в Краснодарском крае. В курортном городе для этого есть все условия, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Современная инфраструктура и теплый климат привлекают в Олимпийскую столицу молодых специалистов. Таким образом, есть реальная возможность собрать в одном месте экспертов, разработчиков и инвесторов. Этому в первую очередь будет способствовать развитие центра «Сириус», на базе которого в скором времени появится университет. Именно об этом говорил президент на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» 1 сентября. Под руководством ученых здесь будут развиваться научные центры и высокотехнологичные лаборатории. И первым цифровым гигантом, зашедшим в Сочи, уже стала компания «Яндекс», открывшая свой новый офис на базе «Сириуса». Власти региона уверены, появление в Сочи офиса одной из крупнейших IT-компаний в стране сделает город центром притяжения для высококлассных специалистов. Безопасный детский отдых и борьба с фальсификатом. Губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с новым главой Роспотребнадзора Кубани задачи, которые стоят перед ведомством. Мария Потемкина возглавила управление чуть меньше месяца назад. Сейчас один из важнейших вопросов – контроль за качеством санаторно-курортных услуг. Только детей в Краснодарском крае в этом году отдохнуло около 730 тысяч. За время летней оздоровительной кампании удалось избежать серьезных инцидентов. Вениамин Кондратьев также обратил внимание руководителя Роспотребнадзора Кубани на то, что необходимо усилить борьбу с некачественной продукцией. Много сегодня задач стоит перед Роспотребнадзором. Безусловно, и в нашем крае. Потому что мы край, который по численности третий регион в стране. Понимаешь, что рынок сбыта не только для качественной продукции нашей продукции, но и для тех, кто хочет привезти туда некачественную продукцию в том числе. Мы и так все стараемся работать на репутацию и в целом Краснодарского края, и, конечно, нашего Черноморского побережья, курортного побережья. Потому что мы же не только жительцы, мы же и здравницы. Поэтому здесь огромная просьба быть максимально принципиальной, в том числе и с производителями. И в целом защищать сегодня потребителя в рамках своей компетенции от некачественного, недобросовестного товара. Человек очень профессиональный, еще раз подчеркну, опытный, принципиальный. Я думаю, что сегодня Роспотребнадзор наш, краевой, приобрел такой артиллер, который сможет, на самом деле, выплю на части и навести порядок сегодня у нас и с контрафактом, и с фальсификатом. Будем в дальнейшем бороться за качество рынка, бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией. Как это пищевая, так и не пищевая продукция. Будем обеспечивать в дальнейшем, стараться обеспечивать уровень оздоровления, не только для гостей, но и для детей, которые приезжают из многочисленных субъектов в край. С каждым годом у нас увеличивается количество детей, отдыхающих в крае. Кроме этого, при участии Роспотребнадзора подготовлены изменения в краевой закон о детском отдыхе. Согласно им, время нахождения ребят в здравницах по путевкам, предоставленным за счет регионального бюджета, увеличится с 18 до 21 дня. В Сочи продолжается борьба с незаконными сбросами стоков. На курорте работает горячая линия по приему сообщений о сбросе сточных вод на рельеф в Ливневке или в реке. Так, в Центральном районе с начала октября обработано порядка 35 звонков. Больше всего заявок поступает от жителей домов на Плеханово и Виноградной. Там за 20 дней ограничили водоснабжение 17 домовладений, которые не подключены к централизованной канализации и не имеют договоров с осенизаторами. В Хостинском районе по-прежнему самыми сложными остаются районы Руссел, рек Кудепста, Мацеста и Верещагинка. В Адлерском районе рейды прошли вдоль реки Хирота по улицам Колхозной, Кирпичной, Гастелло, Ереванской и микрорайону Голубые дали. В Латлерском районе ситуация самая напряженная. За последние три года именно здесь обследовано более 8 тысяч объектов. С начала года во время рейда выявлены нарушения почти в 600 домах. 118 из них ограничили водоснабжение. Еще к 62 объектам необходимо провести централизованную канализацию. Для решения подобных вопросов Сочи планирует войти в федеральную целевую программу. Сегодня в Сочи работают 7 сельскохозяйственных ярмарок. В ближайшее время заработают еще 5 в разных районах города. Продукции от кубанского производителя пользуются большим спросом у горожан. Поэтому вопрос увеличения числа сельхозярмарок у руководства Сочи стоит на постоянном контроле. Еженедельно на ярмарках Сочи продается 50 тонн сельхозпродукции. В выходные дни за кубанскими продуктами туда приходит порядка 15 тысяч человек. Вот уже 8 лет благодаря фермерским ярмаркам в Сочи удается уходить от посредников и, соответственно, от накрученных цен. Условия, предложенные муниципалитетом, сельхозпроизводители, которые приезжают в Сочи со всего Краснодарского края, устраивают довольны и покупатели. В Кукеевском районе свои земли выращиваем. Есть свои теплички, есть свои сады, экологически чистые продукты. Спасибо большое. Чистенько, все хорошо. Ездим третий год уже сюда. Спасибо мэру, что нас встречают, дают нам такие условия и места, чтобы реализовать это все. У нас есть свои покупатели уже, много своих покупателей, которые ждут, когда мы приедем. Четыре раза в месяц мы приезжаем каждый выходной, грубо говоря. Это самый оптимальный вариант. Других вариантов у меня нет. Спасибо, что организовали ярмарку. Очень хорошо, очень качественные продукты, чувствуется природа. В Санкт-Петербурге есть, конечно, подобное, но, может быть, такой свежести нет. Мне здесь очень нравится, потому что есть подъезд, стоянка, большой ассортимент товара. И можно торговаться с людьми, уступают. Я вот садера езжу. Производители здесь продают рыбу подешевле, наша черноморская рыба. Так что очень довольны. Спасибо большое за эту ярмарку. Обязательным условием на сельхозярмарках является и наличие социальных рядов. Сочинские пенсионеры здесь продают фрукты, овощи со своего огорода. Мы пенсионеры. Нам дают места бесплатно. Хотела поблагодарить мэра города Сочи за большую заботу о нас, пенсионерах. Я от имени всех пенсионеров хочу ему сказать большое спасибо. Нигде такой цены нет, как на нашей ярмарке. Фрукты дешевые, овощи дешевые. Большое спасибо, что вот так можно нам свое реализовать, приобрести на этой ярмарке что-то подешевле по нашим ценам. По результату проведенного мониторинга на сельхозярмарках цены на 10-20% ниже рыночных. И это важный момент в системе ценообразования, отмечает глава города. Именно сельскохозяйственные ярмарки в свое время, еще в 2010 году, дали возможность обрубить нам рост цен. Потому что, если вспомним, то по сравнению с городом Краснодаром у нас всегда цены на 20-30% были выше. Ярмарки, конечно, нам очень нужны. Но нам очень важно, чтобы на этих ярмарках работали именно производители сельхозпродукции. Вот расскажите, какая работа проводится и что мы делаем для того, чтобы ярмарок было столько, сколько нужно нашему населению. Чтобы они находились в удобных местах, то есть это удобных местах для наших горожан. Ну и чтобы они не создавали в городе антисанитарию. Они действительно регулируют цены. И те рекомендованные цены, которые изначально закладывались в работу сельхозярмарок, они мониторятся, отслеживаются. Цены на социально значимые продукты рекомендованы. Больше 10% не поднимают цену, и мы это отслеживаем. В прошлом году наша ярмарка на Мацисте, образцово-показательная, завоевала первое место номинации в краевом конкурсе по ярмаркам, как лучшая ярмарка Краснодарского края. Уже отработана на ней модель работы этих ярмарок. На ней сегодня работает порядка 100 предпринимателей. Где-то процентов 20 занимают наши производители сочинские. В ближайшее время ярмарок в Сочи будет 12. Еще 5 планируется организовать в Веселом, в переулке Донецке, в микрорайоне Блинова на улице Лесной. Также фермерские ярмарки заработают на улице Хармавирская, Батумское шоссе и Гастелло. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Жители нескольких улиц в центре Сочи останутся во вторник без горячей воды. В связи с ремонтными работами на теплотрассе 23 октября с 8 до 22 часов будет отключено горячее водоснабжение абонентом котельной номер 2. Это касается указанных домов на улицах Гагарина, Красноармейская, Новоселов, Цветной бульвар, Чайковского и переулки Гуковский. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 23 октября в Сочи переменная облачность, временами возможен дождь, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 18, 20 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира, встреча с духовенством, православные товары, освященные продукты, мед. С 23 по 28 октября Гранд-отель «Жемчужина». Сочинская транспортная прокуратура встала на защиту прав рыбаков, которым ограничили доступ к побережью в марте. Прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства, по результатам которой нарушения были устранены. Запрещающие таблички исчезли, а в сентябре появились снова. По данному факту Сочинской транспортной прокуратурой в отношении генерального директора компании «БГ Консалтинг» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направлено для рассмотрения по существу мировому судье Центрального района. Заявить о себе и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Кубанцы оказались самыми активными на юге страны при регистрации на конкурс «Лидеры России». Из Краснодарского края поступило больше всего заявок на участие. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Он отметил, что конкурс – хорошая возможность сделать стремительную карьеру как на госслужбе, так и в крупных компаниях. В прошлом году в финал «Лидера в России» вышли 9 участников из Краснодарского края. Все они получили руководящие должности в бизнес-структурах. Конкурс дал им возможность быть востребованными в своем регионе. Помог убедиться в том, что социальный лифт действительно работает. Он поднимает на верхние этажи карьеры тех, кто хочет и может работать, идти вперед и вести за собой других. В этом году на конкурс уже поступило более 170 тысяч заявок. Причем не только из России участниками станут представители еще 46 стран мира. Зарегистрироваться может любой желающий в возрасте до 55 лет. Финалисты получат по 1 миллиону рублей на обучение по выбранной ими программе. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса до 24 октября. Лидеры России – один из приоритетных проектов для всей страны, который был организован по инициативе президента. Эксперимент по проведению тренировок в качестве третьего урока физкультуры для учеников начался с сентября нынешнего года. Они проходят уже в 146 школах. О первых результатах в развитии данного вида единоборств говорили на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым. Губернатор Край отметил, что новая дисциплина в школьном расписании поможет не только вырастить чемпионов, но и научит молодежь оборонять себя в экстремальных ситуациях. Важно, чтобы самбо не просто появилось в школах, оно прижилось и оно стало тем, может быть, любимым видом спорта, которым будет заниматься кубанская молодежь. То молодежь и вкусы молодежи надо формировать, иначе они без нас сформируются под влиянием или интернета, или непонятно каких еще источников, который враждебно настроен. Самбо это самооборона без оружия. И наша молодежь, она просто должна быть готова к самообороне. Мы выйдем на полный охват школ, обязательным уроком самбо, всех школ Краснодарского края и создание единоборств, турниров, соревнований, именно той массовости, которой сегодня, отчасти, может быть, не хватает сегодня. Школьный спортзал – самое доступное место пешей доступности для того, чтобы заняться спортом. А самбо достаточно в финансовом плане доступный вид спорта для всех, для всех слоев населения. На уроках по самбо детям показывают, как правильно падать и освобождаться от захватов, а также рассказывают об истории этого вида спорта. Чтобы обучение было комфортным, уже сегодня в школы закупили специальный инвентарь для занятий этим единоборством. Также больше 150 учителей физкультуры прошли повышение квалификации. На эти цели из бюджета края выделили около 20 миллионов рублей. Эксперимент уроков по самбо уже показал хорошие результаты. Огромнейшей популярностью пользуется особенно у ребят этот вид спорта. И, конечно, как раз выполняя ваши поручения, на следующий год запланировано уже в 300 школах Краснодарского края третьим уроком физкультуры проводить занятия по самбо. Кроме того, и запланированы деньги в размере именно 28 миллионов рублей, опять же, на приобретение дополнительного инвентаря оборудования и дополнительного переучивания учителей физической культуры. Как показал этот год, 146 школ и везде практически все объездил, сам лично, с коврами смотрел, как стелили, где-то подсказывали. Помощники мои где-то показывали, как стелить, все. То есть нигде нареканий нет. В большинстве школ люди очень довольны, родители очень довольны, потому что дети уходят с улицы реально. Владимиру Ярченко губернатор края предложил курировать вопросы развития боевых искусств при Министерстве физической культуры и спорта. Проект самбо в школу стал всероссийским. Этот вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. На Кубани уже к 2021 году самбо в качестве третьего урока физкультуры планируют вести во всех школах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Мундиаль давно закончился, а в Сочи продолжают болеть футболом. В этот самый народный вид спорта играют и взрослые дети. В городе десятки секций, курорт – место проведения крупных турниров, которые в том числе проходят под эгидой РФС. Футбол играют и в самых отдаленных селах. В Раздольском сельском округе, например, уже три года подряд проходит чемпионат по футболу среди местных сельских команд. Накануне подвели его итоги. За финальным матчем наблюдала наша съемочная группа. Пока на одном поле за Кубок Российского футбольного союза бьются будущие профессиональные спортсмены, на другом за трофей не менее для себя значимый сражаются любители. Это финал чемпионата Раздольского сельского округа по футболу, организацию которого поддержали депутаты городского собрания Сочи. Это наши все жители, молодежь, которые живут на территории округов. Мотивация у них одна. Они любят играть в футбол, любят заниматься спортом, поэтому для них это самая основная мотивация. Они сами всегда проявляют инициативу, желание и готовы в любое время начать участвовать в любом соревновании. В турнире участвовали шесть команд из сел округа Мацеста, Краевско-Армянская, Прогресс, Багушевка, Измайловка и Орешник. В финал вышли Мацеста и Прогресс. Непримиримые соперники, финалисты прошлого года. Вот такое сельское дерби. В командах водители, рабочие, менеджеры, полицейские и бизнесмены. Все они соседи и все давно больны футболом. С детства. Состав сборных уже много лет практически не меняется от турнира к турниру. В Раздольском сельском округе такие соревнования проводят дважды в год. Это весенний кубок и осенний чемпионат. Мы буквально недавно проводили большой футбол в историю. Осталось массу впечатлений. Увидели красивый футбол, мировой футбол. И на фоне вот этого футбола, который проходил в том числе и в городе Сочи, молодежь, увидев, сегодня проявляет активность играть в футбол. В этом мы всячески поддерживаем молодежь. Депутаты городского собрания Сочи по седьмому избирательному округу Степан Кагасянтый, Мурас Лабженидзе и Эдгар Армаганян активно поддерживают такие турниры. Совместно с администрацией Хостинского района помогают в организации, арендуют футбольные поля, предоставляют призы и подарки победителя. Мы ежегодно принимаем активное участие, поддерживаем спорт, особенности футбол. Наш раздольнинский округ – активные футболисты, занимаются спортом, футболом, подтягивают детей, окружение, поэтому это здоровый образ жизни. Мы это поддерживаем. Финальный матч завершился со счетом 10-3 в пользу команды Мацеста. Чемпионы защитили свой титул. Турнир завершен, победители и серебряные призеры получают заветные медали. Чемпион – заслуженный кубок победителя. Если он внутри человека футбол, он будет играть, что бы ни случилось, как бы это ни случилось. Поэтому что до чемпионата, что после – одинаково. Мы все горим, даже вот с травмированной ногой, все равно прихожу, переодеваюсь, если нужно, то буду играть. Вот, и так же и все остальные. Турнир завершился, но команды продолжают активно тренироваться. Кубок Раздольского сельского округа по футболу разыграют уже весной. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи разыграли Кубок Барбоса. Накануне в городе прошла ежегодная благотворительная выставка беспородных собак. Для того, чтобы выйти на сцену и поучаствовать в турнире, этим собакам не нужны длинные родословные, соответствие стандартам породы и умение показывать трюки из высшей собачьей школы. В ежегодном Кубке Барбоса участвуют беспородные псы и метисы. Цель ежегодной благотворительной выставки – показать, что беспородные, которых здесь называют бесподобными, так же умны и красивы, как их породистые собратья. Мероприятие традиционное, проводится уже в четвертый год подряд, и все больше и больше участников с каждым годом. И действительно, главная цель все-таки – показать и городу Сочи, и жителям всем, в том, что есть у нас четвероногие друзья, и к ним надо все-таки относиться по-доброму, с любовью. Важный критерий участия – пёс должен быть здоровым, привитым и социализированным. Питомцы были представлены в четырех так называемых рингах в соответствии с ростом и возрастом. В каждом определили по три победителя. Победу в своей группе четвероногих одержал Коба. В Кубке Барбоса он участвует уже второй раз. Правда, в этом году уже в новом и очень приятном для себя качестве. Подруга взяла собаку, она мне подсказала, что есть такой приют, там можно взять. Я зашла на их сайт, увидела фотографию вот этого полосатого чуда, и поняла, что все, я хочу, чтобы это была моя собака, чтобы она жила у меня дома. Он до меня в прошлом году и позапрошлом, по-моему, уже участвовал, как от приюта, да, и приводили его, но его никто не взял, наверное, к счастью. Он ждал меня. В этом году мы уже вместе, как домашний пёс. Показать важность ответственного отношения к животным – это еще одна цель Кубка Барбоса. Кстати, псы, живущие в приютах, также стали участниками турнира с надеждой обрести дом. Своих хозяев Чика нашла шесть лет назад. Травмированную ее подобрали на улице. Чика – инвалид, но это не мешает ей вести активный образ жизни и участвовать в конкурсе. Чика много путешествует. Она была в Казани, она была в Москве и на Красной площади. Очень много людей с ней фотографируется, она ко всем добродушна. И мы решили поучаствовать, собственно, вот в этой выставке, посмотреть, показать ее, показать то, что такая собака тоже имеет место быть, и с ней совершенно несложно, интересно, ничем не отличается от другой собаки. Чика тоже получила на Кубке Барбоса заслуженную медаль. Каждый из участников турнира доказал, что для настоящей дружбы порода не важна. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», «Телеграм» и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok